Джон Гершель тоже был астрономом, не таким известным, как Уильям, но в нашей сфере мы знаем, кто это и чего он достиг. Одна из его заслуг в начале 1830-х фактически изобрёл цветную фотографию. Он немало сделал для того, чтобы образ реальности мог быть запечатлён на чём-то, на чём другие затем смогут увидеть этот образ. Есть предположение, что это одно из важнейших изобретений для научных исследований. В 1831 году он назвал это цианотипией. Время шло, цветную фотографию не будут развивать потом ещё целый век, но главное, что фотография родилась в середине 19-го столетия, Первая война, запечатлённая на снимках, это Американская гражданская война, 1860-е. Плёнка была нечувствительна к свету, приходилось очень долго сидеть перед фотоаппаратом. Вот почему в то время не было фотографий в движении. На самом деле, если во время съёмок ты почешешь нос, фотография выйдет размытой. Я рассказываю обо всём этом, потому что в ту эру впервые создание портрета не требовало художника. Если ты был богат, можешь нанять художника, чтобы он написал портрет. И можно было попросить нарисовать всё точно, или наоборот, нарисовать лучше, чем есть на самом деле. А в период с 1840-го до 1860-го Внезапно художникам больше не нужно было запечатлевать реальность. Это больше не обязанность художника, теперь это дело фотографов. И в этот период родился импрессионизм. Художники заявили, не будем рисовать то, что видим. Будем рисовать, как мы это чувствуем. 1888 Мы всё ещё в том времени. Ван Гог В ранние утренние часы Ван Гог пишет Знаю, что некоторые из вас переживали, что у меня нет галстука с космосом, но я не собирался вас подводить, так что... Он пишет вот это. Картина «Звёздная ночь». Я принёс её с собой по нескольким причинам. Первое. Известно, что написана она была в предрассветной часы, потому что только тогда Луна может быть под таким углом к горизонту. в северном полушарии. Вот почему это было до рассвета. Мы практически уверены, что самая яркая звезда — это Венера. Венера — планета, которая первой появляется вечером, чего многие из вас не хотели бы. Вы бы хотели, чтобы планеты... Планеты! Планеты можно увидеть и ранним утром, как на этой картине. По-моему, из всех написанных картин, когда я на неё смотрю, то я вижу... вижу первый план. Вижу дерево Кипра. Вижу деревню и шпиль церкви. Но он не назвал картину «Сонная деревня» или «Дерево Кипра». Шпиль церкви? Это первая известная мне картина. Не скажу, что знаю точно, но я долго искал. Это... Это первая известная мне картина, где задний фон — это тема картины. И этот задний фон — ночное небо. И здесь космос стал на взгляд художника стоящим объектом. Признаюсь вам, что наука, научные открытия, особенно космические открытия, не становятся мейнстримом, пока художник их не переосмыслит. Так что я аплодирую Винсенту Ван Гогу за то, что он считал космос важнее, чем что угодно на первом плане этой картины. Вот что я хотел сказать. Я знаю, что пора закругляться. Винсенту Винсенту Ван Гогу за то, что он Простите. Его... Простите. Ты меня простенил. И... Черт, я забыл, что хотел сказать. Начни заново. Что ж... Небо — это тема картины. Да, да, спасибо, спасибо. Первый раз в истории. Спасибо. Небо — мейнстрим. Небо — мейнстрим. Да, небо — тема картины. Небо — мейнстрим. В это время, с 1880-го по 1900-е, множество открытий были опубликованы, стали застоянием общественности. Информация о космических открытиях распространилась по миру. И я считаю, что благодаря этой картине началась новая эра в истории космических исследований. Популярность Эйнштейна с 1905-й по 1916-й продолжала расти, потому что им заинтересовались СМИ. Я вижу это как некий водораздел, и новая эра продолжается и поныне, благодаря таким мероприятиям, как фестиваль науки, благодаря радиопрограммам, которые люди слушают и интересуются ими. И последний тезис. Я раскритиковал небо над тонущим Титаником в фильме перед Джимом Кэмероном. Почти 10 лет его с этим доставал, и он наконец исправил Ночное Небо. Минутку, подождите. Он назвал меня сукиным сыном, но любя. Сукин сын в хорошем смысле. Меня спрашивали, так как я такой дотошный, и о неправильном небе над Кейт Уинсли, дрейфующим там на доске, и меня спросили, а что я думаю о небе Ван Гога? Естественно, оно не точное. И я отвечал, в случае художника, я не хочу, чтобы он копировал реальность, потому что могу увидеть ее в телескоп. Художник может и должен вести меня к новым местам. И Ван Гог привел меня не к реальным небесам, а к небесам, как он их чувствовал. И чем больше людей будет чувствовать Вселенную, тем лучше будет нам жить. Спасибо.